Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный томатный кетчуп без каких-либо загустителей и консервантов. В магазине такой однозначно не купите. Приятного просмотра! У помидора удаляем плодоножку и вырезаем стержень. Это на тот случай, если вы решите не выбрасывать жмых. Например, я из него делаю томатную паприку. Рецепт приготовления такой паприки смотрите на нашем канале в ближайшие дни. Дальше подготовленные помидоры пропускаем через соковыжималку из двух с половиной килограммов помидоров у меня получилось 2 литра сока. Добавляем в него 10 граммов соли, 50 граммов сахара, размешиваем и отправляем на плиту. Пока сок закипает, берем сложенный двое кусочек марли, высыпаем на него 15-20 горошин душистого перца, столько же черного перца, кладем 5 штук гвоздики, разламываем на кусочки 2 лавровых листа, завязываем это все в мешочек, который с помощью нитки прикрепляем в деревянной ложке. Теперь опускаем мешочек со специями в кипящий сок и варим наш будущий кетчуп на сильном огне, не накрывая крышкой примерно 50 минут до загустения. Массу периодически перемешиваем. Когда сок уварится до нужной нам консистенции, добавляем в него 2 грамма молотого острого перца, 3 грамма молотой корицы, хорошо размешиваем и продолжаем варить на небольшом огне еще 10 минут. Мешочек со специями в кетчуп уже не опускаем. На этом этапе при необходимости можно добавить немного сахара или соли на свой вкус. Через 10 минут огонь выключаем. Затем разливаем кетчуп в горячем виде по сухим стерильным банкам. Закрываем его сухими стерильными крышками и отправляем на хранение, желательно в прохладное место. Как стерилизовать банки и крышки можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Вот и все. Натуральный домашний кетчуп без загустителей и консервантов готов. Из указанного количества продуктов получилось 1 баночка емкостью 450 миллилитров плюс 200 граммов на пробу. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.